Насмотрелись каких-то Диего, Бобби Шоу. Чувствую, кто-то поставил мне лайк, да? Хейл, друзья, хейл, мои любимые подписчички, с вами, как всегда, Диего, Аргер профессиональный. Вы скажете, шо это за ролик, Диего? Постоянно одни и те же картинки у тебя, значит, ты отвечаешь на какие-то вопросики непонятные тоже. Шо ведь такое вообще? Когда будет новое что-нибудь? А я вам скажу, ребята, эта картинка, этот видосик мне очень нравится, когда я веду с вами ролики беседные такие. Когда мы с вами разговариваем, общаемся, я там отвечаю на какие-нибудь вопросы, обсуждаем ваши комментарии. Ну, какие комментарии? По типу таких. Предлагаю на Омегу ПВП, они запустят 7 декабря. Да ладно, у Омеги новые ПВП сервера? А ну-ка. 7 декабря старт нового кластера Арк Омега Х5 ПВП 4 Мэн в Трайбе. Что же значит 4 Мэн? Это значит, что максимально 4 человека в Трайбе. А также из приятного, что сервера работает на новом железе, что обеспечит хорошую производительность. Для комфортной игры новым игрокам будет выдаваться 72 часа ПВЕ защиты. Как хорошо, что у меня ПВЕ сюда. 9 официальных карт, включая свежую Lost Island, которая появится 14 декабря. Ну и чтобы получить приятный бонус при старте, пиши Омега-4 Мэн как промокод. На сервере установлены только сбалансированные моды, которые не будут мешать твоей игре. Все ссылочки находятся в описании. Заходи. Играй. В моём недавнем ролике я вам рассказывал о том, каким же Арк был раньше. Ну, также я поговорил вместе с вами об одном ютубере, Юджине, значит. И в комментариях я увидел очень много противоречий. Ребята, я не пытался хайпануть на его имя, я действительно посмотрел его ролик и офигел от того, какие вещи он вытворяет. Я действительно вдохновился этим. Поэтому, если вы мне пишите, например, давай ещё про Юджина, расскажи ещё что-нибудь. Ребят, эта тема, скорее всего, закрыта, я к ней возвращаться уже не хочу, я высказал вам своё мнение. Вот вы получили видео. Поэтому, читая вот такие комментарии, я просто негодую. Я же не просто так объяснял это всё, я делал это как предисловие. Предисловие к тому, почему я вообще приобрёл Юджина. Потому что многие писали о том, что я пытаюсь хайпануть. Да при чём тут это, ребят? Я же специально рассусоливал половину ролика, объяснял, почему я вообще привёл Юджина в пример и его персонажа Пауэр Дрыща. Вот и всё. Но комментарии такого рода и многие на него похожими я заметил под роликом песни, где я выпустил для вас клип о каком-то ноунейме, а значит, обезымянном выживальщике, который выживает в арк и за раз в раз, из дня в день строит свои базы, а ему всё это ломают. Доказывая тем самым, что арк путь в никуда. Полную версию этой песни вы можете послушать по ссылке в описании, либо поищите на моём канале. Знаете, кстати, много хейтерских комментариев под роликом, где мы шли на голема с моими друзьяшками-тимейтами. Написали вот такой вот комментарий о том, что я нубасик и мне нужно научиться пользоваться гаммой. Я должен выбросить свои топовые, в кавычках, топовые конфиги. Ну что я могу сказать? Ну мои конфиги действительно не сработали, они не режут полную темноту. Но они режут то, что должны резать. По крайней мере, у меня не лагает арк. Вот и всё. У меня не такой уж и мощный компьютер, для того, чтобы я мог снимать для вас, между прочим, в Full HD. И при этом у меня не лагало. Вот этот вот крутой вадик сейчас оценивает моё эмоциональное состояние на твёрдую десяточку. 10 вадиков из 10. Потому что я спокоен. Значит, ни один хейтерский комментарий не может меня в данный момент вынести. Кстати, ребят, как и просил YouTube, проведя голосование с вами, я подключил спонсорку. Что это? А, это всего лишь возможность получить доступ к интересным смайликам. Таким как Вадя Крутой, Вадя Оценщик, Вадин Лайкосик, ну и я, Диего, аркер профессиональный. Да, кстати, это я. Видите, борода у меня по колено, потому что я мудрый, у меня 6 качества в арке. Ребят, никого не призываю, но если вам интересно, и вы хотите получить доступ к стикерам и тому подобное, то добро пожаловать. И, кстати, ребят, огромное вам всем спасибо за подписочку, огромное всем спасибо за ваши лайкосики. Всё-таки это знаменательный ролик, и он посвящён 3000 воинов на нашем канале. Вы только подумайте, 3000, когда-то у нас даже 100 ещё не было, а тут уже 3К. У-ху! Давайте, кстати, ещё немножко хейтерских комментариев. Этот отрывок снимали, что? Никому не интересно, как вы идёте до голема. Адекватные ютуберы по арку снимают, значит, с момента, когда они заходят в пещеру. А этот видос помойка! Ну что могу сказать? Каждое мнение достойно существовать. Это твоё мнение, значит, что тебе не нравится, ты можешь не смотреть. Вот так ты хотел, чтобы я ответил, да? А нет, я такое не отвечу. Иди сюда, говнюк, давай сразимся с тобой один-один на эсэфчиках, в меду. Как тебе такое? Или на пуджах, на крючках потягаемся, а? Засол! Я так и знал. Значит, ребят, кстати, ещё получил такой интересный комментарий от Артура Смердова. Пишет он такое. Как же обороняться от Гиги, которая отрошатает твою базу? Гига действительно сильное существо, на котором базу твою могут просто растанковать, если у тебя там стоят какие-то автотурки. Хорошее седло, и Гига их растанкует. Как же обороняться против неё, ты спрашиваешь меня. Также ты пишешь, что что же делать с ребятами, которые выше тебя уровнем? Ну тут всё просто, ничего. Урень решает только в каких-то моментах ПВП. Например, когда ты выбегаешь один на один драться. Когда ты лежишь с винтовкой у себя на базе, а тебя ребят танкуют на каких-нибудь стегозаврах, тех же самых гигах, то уровень практически не решает, потому что вы в разных положениях находитесь. Во-первых, во-первых, гигу может остановить другая гига. Это называется гигафайт. Если у тебя примерно гига равна по уровню его, гиг ей по силе. И сёдлышко примерно равно, ты можешь поджараться с ним один на один. Во-вторых, когда на гигантозавре идут танковать твою базу, зачем тебе ждать, пока её танкуют? Посади себе растение Z, да и забрасывай эту гигу, как только наездник спрыгнет с животного, потому что его ослепит флешкой, его расстреляет турель. Это примерно так работает. Также вокруг базы ты можешь оставить капканы. Взорвать капканы они тебе не смогут, потому что им сначала нужно пробраться к туркам. А если они встанут на капкан на гиге, они просто сидят в седла и их вынесет турель. Вот так это работает. А для тех, кто побогаче, просто если на гигах бегут танковать твою базу, ну это абсурд какой-то, знаешь. Знаешь, за свои 6 тысяч часов я понимаю, что это возможно, возможно, но целую базу на гиге танковать никто не будет. Скорее всего, у тебя просто там были автотурки. И ни о каком Тенегриве, наверное, речи идти не может. Так-то Тенегрива можно было просто наездника скинуть, и турки его расстреляют. Запомни, нормальную хорошую базу, ни один дурачок не будет танковать на гиге. Это не танковое существо, вот и всё. Очередной комментарий под роликом, где мы шли походом на голема. Научитесь проходить голема! Ох, чел, ты... Слов просто нету на тебя. Мой комментарий, наверное, может ответить сам за себя. Кринжуешь! Хорошо, ребят, с комментами мы закончили. Давайте же поговорим о развитии канала дальше. Значит, я не позиционирую себя как какой-то топовый игрок. Я не скилловый сам по себе. Я не могу бегать, прыгать и вшатывать всех, например, как Бобби Шоу, какой-нибудь Помидор и тому подобные ютуберы, которые снимают ПВП-контент. Я бомжевшивальчик, арки профессиональный, Диего, значит, и вы это все знаете. Во время просмотра этого ролика вы должны уже понимать, что конквесты подходят к концу. То есть сезон ближе-близится к завершению. Что же мы будем снимать дальше, я не знаю. В Голосовании победили апокалипсисы, чтобы я поиграл в одиночку там. Может быть, так и сделаем. Посмотрим. Самое главное, что я снимаю, покуда вам это нравится. И глядя на вашу отдачу, по количеству лайков, по количеству комментариев, я вдохновляюсь и готов делать для вас все новые и новые ролики. Я так думаю, ребята, на неделе еще выйдет один какой-нибудь разговорный ролик. Тему я озвучу позже, либо выберем общим голосованием. Также, ребят, не забывайте посещать вкладку сообщества. Там я выкладываю всякие важные новости. Если хотите больше новостей, заходите в группу ВКонтакте. Там я их тоже скоро начну публиковать. Все ссылочки, вам необходимые, находятся в описании, для того, чтобы мы могли с вами коммуницировать. Че? Как? Сыр воровать? А где сыр воровать? Сыр воровать мы не будем, потому что это плохо. Огромное спасибо за просмотр, друзья. С вами, как всегда, Диего Аркер Профессиональный. А мы с вами увидимся на новом видео. Обязательно ставьте лайк, если еще не поставили. А сейчас, где у вас позвучит композиция моей поясницы. Всем добра. Люблю, обнимаю. Однажды зашел поиграть я в Арк. Думал, что игра это просто класс. Душку притомил и построил дом. А в офлайне... Базу мне стесли и убили додо. Хату и соломы сломали в момент. Но зачем новичков убивают здесь? Не знаю.